В предновогодние дни главное место отдыха брещан и гостей города над Бугом – Центральная площадь. Именно здесь устанавливается главная городская ель, которая радует глаз своими красочными огнями и фонариками. На торжественное открытие пришло огромное количество взрослых и детей, которые, несмотря на возраст, все от мала до велика ждали, когда же придет время произнести старые слова «раз, два, три, елочка, гори». Весь год брещане плодотворно трудились для того, чтобы брестский регион активно развивался. В своем обращении мэр города Александр Полошенков это неоднократно отмечал. Председатель Брестского горосполкома подчеркнул, что за 2013 год было многое сделано и решено. Построены важные государственные объекты, такие как Западный обход, введено немало жилых комплексов. Однако многое еще предстоит доработать. 2013 год, а считывает последние недели и дни, пройдет совсем немного времени, и он будет считать уже часы, потом минуты, секунды, и каждый из нас, от маленького до большого, будет ждать этого волшебства, когда придет Новый год. Я хочу нашим брещанам сказать, что уходящие 13 секунд для нашего города было неплохим. Мы открыли одну из знаковых строек нашего города, открыли Западный обход. Сегодня мы в Заречная страна вздохнула свободно, потому что ушли уже в историю те очередня, которые ушли каждого, кто добирался на работу в центральную часть. Мы строим много жилья, и это был объект. Позвольте мне вам поблагодарить вас за то, что все сделали вы нашими руками, вашими умениями и желаниями. Не только красавица Ель ожидала тех, кто решил провести субботний вечер вместе со всеми на главной улице города. Необычное представление со сказочными героями и яркими музыкальными номерами пришлось по душе не только детям, но и взрослым. Главную елку города включили всей площадью с помощью двух десятков Дедов Морозов и Снегурочек. Именно этих сказочных персонажей с особым восторгом встречали дети. Несмотря на то, что снега пока нет и Новый год еще не наступил, прищане уже могут похвастаться позитивным настроением и светлыми мечтами на будущее. От нового 2014-го ждем всего самого хорошего, чтобы все самое плохое осталось позади, самое хорошее осталось. Было только впереди. Праздник вообще отличный просто. Веселятся не только дети, но и взрослые, и все просто замечательно. Несмотря на то, что нет снега, все равно атмосфера праздника чувствуется, веселья много, подарков ждем, конечно, Деда Морозов хотим увидеть, красивое представление было. Чувствуется праздник, да, по всем. По настроению, потому что много людей, и все это, и в магазинах что-то покупают, и всего в избытке. Как всегда праздничное настроение. Чувствуется, конечно, так украсили город. Сразу чувствуется, что уже скоро праздник, хочется отмечать, радость на душе становится. А ждем, и мы только хорошего, каких-то новых впечатлений от жизни ждем, новых начинаний. Праздник продолжился традиционным хороводом вокруг елки под музыку городского духового оркестра. Специалисты Бресгорсвета создали на еле необычную иллюминацию. Около шести тысяч разноцветных лампочек придали вечеру неповторимый колорит. Лесхозы области постарались, чтобы праздничная ель была красивой и пушистой, поэтому выделили 150 самых лучших деревцев для того, чтобы собрать главную елку города. По традиции возле нее пройдут гуляния в новогоднюю ночь, а 1 января уже 2014 года здесь состоится утренник для детей. Пока Новый год еще не наступил, однако брещане уже знают, что будут желать друг другу. Чтобы было больше снега еще, чтобы больше веселья, Новый год проходил хорошо. Успехов, удачи, всем здоровья прежде всего, богатства стране и нам, и побольше, и исполнение всех наших желаний. Здоровья, счастья детям, внукам и в стране, чтобы был мир, спокой, достаток. Чтобы все хорошо было, чтобы все здоровы были, счастливы в новом наступающем году.